Всех вас хочу поздравить с этим прекрасным, светлым днём Христова Рождества. Пускай Бог благословит всех. Знаете, этот праздник, он относится ко всем. Дети его ожидают. Дети, вы ожидаете праздник Рождества? Ожидают очень сильно. Для взрослых, для всех, это праздник, который касается каждого человека. Знаете, этот день, праздник Рождества, он является, как сказать, началом свою, можно так выразиться, новой эры, этой эры, в которой мы живём. Вот я смотрю на интернете, написано 25 декабря и дальше, и написано, что первое число. Другое исчисление началось с этого дня. Вот одно исчисление шло до этого времени, после этого началось даже другое исчисление, летоисчисление. Это было, это веха, то есть исполнение Божьего обетования, это начало исполнения Божьего спасения. Этот праздник Рождества, хотя многие его, может быть, уже немножко переделали в свою сторону, но это и есть прекрасный день. Тот, который ожидало человечество, это тот день, который многие пророки смотрели на него. Издали, говорит, злю его, ещё не видно, восходит заря от Иакова, восходит. Это был этот прекрасный день Рождества Христова. Помните, брат, Женя перед началом читал, говорит, что ангелы, когда явились, они воспели эту песнь. Слава Вышних Богу, на земле мир, мир пришёл на землю, мир родился в этом мальчике, в Ифлееме, в этих яслях, которые принадлежали для того, чтобы кормить, может быть, овец или коров. И явилась Божья слава, Божья слава явилась, пришла Божья слава в хлев, туда, в эти ясли, сошёл этот младенец, слава Богу. Братья и сёстры, когда мы рассуждаем об этом, человечество пришло к банкротству. Мы знаем, сегодня Америка, она очень сильно задолжала, я не знаю, сколько, может быть, кто знает, сколько Америка должна. Какой долг большой? Сколько? Там триллионы, да? Очень много Америка задолжала. Братья и сёстры, мир задолжал намного больше. Написано, ни жертвы, ни приношения не могли искупить, то есть заплатить эту цену. Никто не мог заплатить эту цену. Мир настолько задолжал, пришёл к банкротству, нужно было кто-то, чтобы это, решил этот вопрос. Америка, я не знаю, как она будет решать свой вопрос, но Иисус Христос пришёл для того, чтобы заплатить этот долг, заплатить этот долг, выкупить этот мир. Весь мир пришёл к банкротству. И Иисус Христос пришёл, чтобы заплатить эту большущую цену. И Он заплатил именно своей жизнью. И начало было это Его рождение. Это рождение в яслях. Это приходы Иисуса Христа на землю. Это было начало исполнения Божьих обетований, начало искупления. Мы говорили в прошлом воскресенье о том, что же значит имя Иисуса Христа. Я думаю, вы все знаете. Имя само Иисуса Христа. Иисус, оно говорит о Его предназначении. Оно означает, Бог спасает. Спасение Божье. Это Бог спасает. Имя Иисуса Христа. Иисус, Спаситель. Написано, Он спасёт людей своих от грехов их. Он пришёл для того, чтобы спасти человечество, освободить. Люди были в рабстве. И я хочу прочитать это место, которое я сегодня открыл. И они там на каждый день стихи дают. И этот стих как раз на этот день. Это Исайя 9 глава. Исайя 9 глава. Здесь говорится именно о том, очень многие пророки предсказывали, говорили, указывали на то, что придёт Мессия. Исайя очень много говорит. И он даже в 7 главе говорит, 14 стих. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет. И родит сына. И нарекут ему имя. Эммануил. Братья и сёстры, почему это знамение? Сам Бог даст вам знамение. Дева в очреве примет. Такого никогда не было. Сидь дева в очреве примет. И родит сына. И нарекут ему имя. Эммануил. Что значит с нами Бог? А в 9 главе написано, сначала прочитаю, «В прежнее время умолило землю Завулонову, землю Нефалимову. Но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселяться во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо что? Ибо ярмо, тяготевший его, жест поражающий его, трость притеснителя, притеснителя его, ты сокрушишь, как день Мадьяма». Это говорится о том, что придет избавление, придет избавление, вот это ярмо, этот жезл, это все сокрушится в один день. И шестой еще говорит нам, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судою и правдою от ныне и до века». И дальше говорится, «Ревность Господа Саваофа соделает это». Слава Богу! Братья и сестры, сегодня мы являемся свидетелями того, что действительно Бог исполнил свое обетование, Бог исполнил то, что Он обещал, потому что мир пришел, как я говорил, уже в таком состоянии, что не было надежды, никакие жертвы, ни проношения, ничто не могло освободить человечество от его грехов. Но Бог решил этот вопрос, слава Богу! И решение этого вопроса пришло с рождением Иисуса Христа. И это сопровождалось этим пением ангелов, которые возвестили пастухам. И я как-то думал, почему? Ну, почему ангелы не пришли, и хор не явился священникам, первосвященникам, книжникам, Ироду, всему руководству тогдашнего Израиля? Почему они не возвестили такую важную весть этим людям, которые в то время имели власть, имели силу? Почему они бы это, может быть, как сказать, разгласили бы везде, рассказали бы об этой прекрасной вести? Но нет! Ангелы явились пастухам. Ангелы явились пастухам, тем, которые не спали, которые содержали ночную стражу. Эти люди, которые содержали там стражу, пасли этих овец, именно к ним пришли эти ангелы с очень важной вестью, с той вестью, которую ждали эти пророки, ожидали многие, начиная от самого начала от Адама. Бог дал это обещание, и многие поколения они ожидали, и эта весть, она пришла к пастухам в первую очередь. И сегодня, слава Богу, что сегодня каждый человек, знатный или бедный, всякий, который сегодня может быть, не имеет никакой надежды, у него есть прекрасная возможность. И Иисус пришел для всех. И Он говорит, придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас. Придите ко Мне те, которые сегодня считаете, что вы задолжали, что у вас долг, что вы сегодня не можете быть, справиться даже с собою. И Иисус Христос сегодня Тот, Который сегодня дает прощение. Он сегодня пришел для того, чтобы дать свободу. Он пришел для того, чтобы сегодня освободить каждого человека. Когда мы читаем, что Он есть, Его имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира. И в этих словах заключается все. Это то, что Он сегодня предлагает каждому из человеку. Мир. Говорит, мир мой даю вам. Этот мир сегодня пришел в каждое сердце. И очень важно, сегодня мы вспоминаем Его рождение, очень важно, чтобы Иисус Христос, Он родился в каждом сердце. Очень важно для того, чтобы Иисус Христос в нашей жизни принес какое-то изменение, необходимо, чтобы каждый Его принял, чтобы приняли Его и Иисуса Христа. Иоанн говорит, что немногие Его приняли. Евангелие Иоанн в первой главе говорит, немногие Его приняли, Израиль Его не принял. Говорит, пришел к Своим, а Свои Его не приняли, не узнали, отказались. Говорит, пришел к Своим и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, слава Богу. Те, которые приняли Его, тех, в которых в сердцах Он родился, тех, в которых Он имеет свободу, Он дал власть быть детьми Божьими. Написано, которое не от плоти, не от котения мужа, не от котения плоти, но от Бога родились. Слава Ему! Братья и сестры, мы будем благодарить Бога. Я не буду много забирать времени. У детей наших есть что-то, они что-то принесли. И сегодня у нас большой праздник. Поэтому я призывал бы нас всех, давайте мы воздадим славу тому Анцу. Ангелы пели, прославляли Бога, пастухи прославляли Бога, мудрецы пришли, принесли, поклонились, прославили Бога. Братья и сестры, как мы сегодня, готовы ли мы сегодня прославить Бога, потому что Он достоин. Готовы? Давайте мы преклонимся, воздадим Ему славу, ибо Он достоин этой славы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok